В 2020 году возможность заказать стильную одежду, не выходя из дома, чтобы поднять себе и близким настроение, оказалась как никогда кстати. И очень здорово, что под рукой есть все майки.ру. Здесь можно не только выбрать дизайн из более чем 150 тысяч готовых принтов, включающих все возможные тематики. Дизайн можно создать, используя фильтры, надписи, фоны и попробовать себя в качестве модельера. Футболки, свитшоты, ветровки и другая одежда – лишь вершина айсберга. Имеются и аксессуары в виде чехлов на телефон, рюкзаков и, конечно же, модных нынче масок. Купить все добро можно как с принтом, так и без него. И особенно присмотритесь к новинкам. Худи, хлопковые костюмы, ветровки с защитными экранами, маски с фильтрами – любые трендовые вещи всегда можно найти на все майки.ру. Причем каждую вещь производят с любовью в России. Линейка размеров доходит до 7 XL, а доставка работает в любую точку мира. Чего вы ждете, друзья? Переходите по ссылке в описании, используйте наш промокод и получайте скидку в 15%. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies. Хотите, забавный факт. В 2020 и 2021 годах DC просто без шансов побеждает киновселенную Марвел. Причем это даже не теория, а признание факта. В этом году Черная Вдова осталась один на один с Чудо-женщиной, и стоит признать, что шансы Наташи мизерны. В следующем Вечный и Шан-Чи и Рядом не валяются с Бэтменом, Отрядом Самоубийц и Черным Адамом. После Мстителей 4 конкуренция в мире супергероев ожила, и это просто прекрасно. Ну а для нас самое время оглядеться на планы DC, которые вы могли пропустить. Когда Дуэйн Джонсон начнет съемки, почему новый Бэтмен будет мрачным, а Отряд Самоубийц – жестоким? Это и многое другое сразу после вашего комментария о самом ожидаемом кинокомиксе. А мы начнем с внезапного Черного Адама. Дуэйн Джонсон присоединился к DC еще в 2008 году. «Скала» хотел сыграть Шазама, но прислушался к фанатам и застолбил за собой роль Черного Адама. Фильм о противостоянии парней ожидался к выходу в 2014-м, однако Дуэйн решил, что роль злодея ему не к лицу. Джонсон попросил у братьев Уорнера в сольник, в котором он выступит в качестве антигероя, и студия само собой согласилась. Речь об одном из самых популярных актеров планеты, и дела вокруг фильма сдвинулись с мертвой точки. «Черный Адам» выйдет 22 декабря 2021-го, и даже коронавирус не отложил проект. Съемки планировали начать летом, однако из-за карантина, согласно последним данным, они начнутся осенью. Но начнутся, и в следующем году «Скала» наконец станет официальным лицом киновселенной DC. Учитывая фанатскую базу Дуэйна, это очередной повод для запоя ребят из Дисней. А что до сюжета о Черном Адаме известно довольно много. Во-первых, нам покажут историю становления персонажа. Адам, как известно, жил в Древнем Египте, где был одним из принцев. Силы парня аналогичны Шазаму, только дают их не греческие, а египетские боги. И в отличие от Шазама, получив их, парень извратился и решил, что достоин править миром. Черный Адам сместил фараона, стал деспотом, за что его ровесник Шазам, и отправил парня на самую далекую звезду галактики. Позже заключение изменили на альтернативную реальность, но обычно комиксы на этом заканчивают историю и переходят к современности. Где прибывший из заточения Черный Адам хочет отдать должок Шазаму, но находит его молодую версию и в очередной раз получает по щам. Однако этот момент, скорее всего, в кино не реализуют. Ибо Дуэйн Джонсон не особо хочет выступать в роли злодея. Он не раз говорил, что его Черный Адам будет скорее антигероем. А значит, поединка с Шазамом в настоящем пока не предвидится. Да и самого прыжка в современность. Ибо актер раскрыл, что его сольник представит Общество справедливости Америки. Речь о самой первой команде в истории комиксов, которую придумали еще в 1940 году. Если вкратце, это более старая и олдскульная Лига справедливости на минималках. В нее входили первый флэш Джей Гаррик, первый зеленый фонарь Аллан Скотт, а также Доктор Фейт, Пауэр Гелл, Человек-Ястреб и куча других ребят. Их дешевые версии уже сейчас красуются в сериалах CW, но Черный Адам, несомненно, покажет команду более интересной и качественной. И почти наверняка действия развернутся в прошлом. DC, как известно, всеми силами пытается забыть Лигу справедливости. И помещать действия фильма в настоящее значит рождать глупые вопросы о том, где было Общество справедливости Америки во время вторжения Степного Волка. Почти наверняка Черный Адам столкнется с командой в 40-х-50-х годах. Эта эпоха прошлого кинокомиксами особо не заезжена, и фильм будет действительно свежим. А заодно представит новую команду супергероев, которая сможет мягко перезапустить киновселенную. Планы у Дуэйна Джонсона наполеоновские, но нет сомнений, что ему действительно под силу их реализовать. Возможно, вы не знали, но Дуэйн – самый популярный актер США и невероятно авторитетный парень. Даже проходные проекты с его участием собирают неплохие деньги, а о блокбастерах и говорить не приходится. Что еще забавнее, Джонсон является отличным другом Генри Кавилла. Однажды ребята даже заседали, обсуждая идеи для будущих фильмов. И Дуэйн может легко организовать возвращение Генри в киновселенную, что было бы всем на пользу. Впрочем, конкретной информации об этом пока нет. Зато есть данные о появлении в фильме Адрианны Томас. В комиксах DC – это рабыня, в свое время подаренная Адаму. Диктатору она пришлась по душе, и парень сделал ее богиней природы. По данным ребят из Иллюминерди, Адрианна сыграет в фильме важную роль, и, кажется, речь идет о любовном интересе. Впрочем, это уже догадки, которые стоит обсудить по мере появления официальных данных. Пока их нет, но вот о Бэтмене такого не скажешь. Во-первых, Энди Серкис, исполнитель роли Альфреда, рассказал, что у него будет не крошечная роль, как ожидали многие. Напротив, по словам Энди, эмоциональная связь между Брюсом и Альфредом будет одной из главных вещей фильма, который, по словам того же, Энди будет мрачным, как ночь, и довольно суровым. Это может вызвать негатив у части сообщества, ведь подобную историю мы уже видели в трилогии Кристофера Нолана. Но не стоит забывать, что Бэтмен Роберта Паттисона будет гораздо моложе, а, следовательно, моложе будет и Альфред. Сюжет расскажет о втором годе деятельности «Темного рыцаря», так что динамика между ребятами выглядит многообещающе. Сам Роберт Паттисон тоже рассказал кое-что о фильме. К примеру, то, что никакими физическими упражнениями он не занимается. Это уже который месяц вызывает ковровые бомбардировки у фанатов, но, будем честны, в век прекрасных костюмов и спецэффектов мышцы актерам нужны не особо. Напротив, иногда накачанные звезды боевиков выглядят глупо, ведь все мы в курсе, что тяжелую работу за них делают дублеры. Главное, чтобы работу лицом Роберт сделал отлично, но к этому моменту Паттисон подходит ответственно. Да и супергеройской диеты таки придерживается. Паттисон рассказал, что на время эпидемии ему арендовали квартиру в Лондоне, а еду доставляют специальные ребята из DC, которые следят за диетой. Так что с телом парня все будет в порядке, как и с самим фильмом. До вирусного перерыва ребята успешно отсняли 25% материала. Министерство здравоохранения Англии уже разрешило киностудиям начинать работу, так что в сроки Бэтмен уложится. Тем более, что премьеру перенесли с лета на октябрь 2021 года. Впрочем, это не обязательно объясняется вирусом. Слухи о том, что проект адаптирует комикс «Долгий Хэллоуин» курсировали давно. Сценарист Мэтсон Томлин уже намекнул, что новая дата выхода прекрасно подходит сюжету, так что все в полном порядке. Забавно, что «Бэтмен Мэтта Ривза» станет первым фильмом о темном рыцаре, который не вышел летом. Впервые в истории «Бэтмен» увидит кинотеатры осенью. И раз студия решилась на смелые меры, значит все уверены в успехе. Ведь, к примеру, тот же «Отряд самоубийц 2» никуда не сдвинули. Фильм как планировался к выходу в августе следующего года, так и планируется. Джеймс Ганн за время карантина похвастался, что перечитал все до единого комиксы о команде и поведал пару инсайдов. Во-первых, проект все-таки будет обособленным. По словам Ганна, для его просмотра пересматривать оригинал 2016 года не потребуется. Также Джеймс заявил, что действия его фильма развернутся после «Хищных птиц», а значит события каким-то образом могут пересечься. В особенности фанатов интересовала «Охотница» от Мэри Элизабет Уинстед. Ганн ничего не подтвердил, но раз студия заморачивалась над таймлайном, надежда у нас имеется. Ну а самое интересное, Ганн уже знает возрастной рейтинг фильма, но раскрывать его не может, так как это будет спойлером. Будем надеяться речь о рейтинге R, ведь стандартный детский рейтинг для кинокомикса спойлером бы не был. Тот же Вином раскрыл свой PG-13 почти за два года, чтобы задницы фанатов не полыхали. Надеемся, что успех Джокера хоть чему-то научил DC. Ну а правду мы наверняка узнаем с выходом первого трейлера. На этом фронте все не очень здорово, Ганн рассказал, что вся публичная активность из-за коронавируса отложена. Но если что, в июле Кристофер Нолан планирует представить довод в кинотеатрах. Это фильм Warner Brothers и один из крупнейших проектов этого года. DC умрет, но вставит в него трейлеры всех грядущих крупнобюджетных проектов. Бэтмен, Отряд самоубийц и Дюна обязаны как минимум показать крошечные, но тизеры перед показом. И это здорово. Как и будущее DC в целом, с уходом Роберта Дауни-младшего у Marvel не хватает звезды, чтобы противопоставить ее Дуэйну Джонсону. Студия прекрасно себя повела, предложив Джеймсу Ганну работу над Отрядом самоубийц и поддержав его в тяжелое время. Единственная проблема, которая пока остается – желание подражать Marvel и следовать трендам шуточек за 200. Шазам был хорош, но для сборов этого недостаточно. Ну а про хищных птиц и упоминать не будем. Надеемся, что Чудо-женщина избежит трендов и получится такой же самостоятельный, как и оригинал. Ну а в 21-м мы обязаны увидеть Отряд самоубийц с рейтингом R, мрачного Бэтмена и зубодробительного Черного Адама. И это далеко не все. DC, кажется, решила зайти со всех козырей. И в сети появились слухи об активизации работы над Человеком из стали 2. Если точнее, речь о встрече Генри Кавилла с руководством кинокомпаний, на которой ребята обсуждали зарплату и возможность реализации проекта. Неизвестно, договорились ли они о чем-либо, но сделка невероятно важна именно для DC. Кавилл прекрасно показал себя в невыполнимой миссии и завоевал сердца миллионов ведьмаком. Он доказал, что не является актером одной роли. И второй сезон «Приключений Геральта» снова вернет его на вершину трендов. Что для Warner Bros. было бы очень удобно, ибо ребята получили бы бесплатную рекламу сиквела Супермена. В апреле Генри Кавилл заявлял, что с радостью вернется к Человеку из стали. Так что и здесь будущее DC выглядит здорово. Верите ли вы, что студия сможет преодолеть кризис и побороться с Марвел? Оставляйте свой прогноз в комментариях. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!